Не терпится поднять свои продажи в интернете? Отлично! Тогда собирай слова прямо с моих слов. Вперед к настройке успешной рекламы! Наставники больше не нужны. Теперь рекламу в Яндекс.Директе легко настраивать самому. Мастер компании предложит оптимальные настройки и поможет быстро запустить рекламу в интернете. С завтрашнего дня мы будем есть икру устрицами. Это я тебе обещаю! Приходилось ли вам когда-либо сталкиваться с следующей ситуацией? Вы мечтаете путешествовать, снимать фильмы, покорять горы. Может быть, вы хотите открыть кафе или начать вести блог в социальных сетях. Но из внешнего мира вам будто поступают явные или скрытые сигналы. У тебя ничего не получится. Это очень опасно. Это слишком дорого. Никому это не нужно. Внутреннее желание осуществить свою мечту сохраняется, но моральных или физических сил на ее исполнение нет. Сила воли подавлена. Именно в таком положении находится главный герой фильма шоу Трумэна – Трумэн Бёрбэнг. Он мечтает отправиться в путешествие на Фиджи, но внешние обстоятельства и близкие люди постоянно останавливают его. Все становится ясно, когда мы понимаем, что Трумэн – герой реалити-шоу, где все люди – актеры, а город – декорация. Создатели шоу и его глава Кристоф намеренно подавляют желание Трумэна покинуть Сейхэвен. Однако в конце Трумэну удается сбежать со съемочной площадки, и даже попытка Кристофа запугать его не останавливает Трумэна. В этом видео мы разберемся, какие психологические манипуляции использовали создатели шоу, чтобы в течение 30 лет подавлять силу воли Трумэна. Какое главное злодеяние совершил Кристоф? Какие трудности могут ожидать Трумэна за пределами телевизионных декораций? И, наконец, какие личностные качества и обстоятельства помогли Трумэну покинуть шоу? Давайте начинать. До начала событий фильма Трумэн прожил на шоу 10909 дней, то есть почти 30 лет. Все это время он не догадывался о том, что живет телешоу. И в этом нет ничего странного. Могли бы вы сейчас, смотря это видео дома, в общественном транспорте или на работе, представить, что в данный момент вас с разных ракурсов снимают сотни скрытых камер, и за всеми вашими действиями в прямом эфире наблюдают тысячи людей? Конечно, нам приятно думать, что мы находимся в центре внимания и за нами интересно наблюдать. Да брось, кто из нас, сидя на толчке, не давал воображаемое интервью в сихевинских новостях? Но ситуацию, в которой за нами установлено постоянное наблюдение, представить и тем более реализовать крайне трудно. Так что неудивительно, что Трумэна не посещала подобная мысль, несмотря на явные странности в его жизни, которые намекали, что мир, в котором он живет, — фикция. На протяжении этих 30 лет над Трумэном проводилась тщательно спланированная психологическая работа, цель которой — подавление его сознания и силы воли. Каждый раз, когда Трумэн делал что-то, что не соответствовало сценарию шоу и задумке автора, его тут же сдерживали. Когда с неба упал осветительный прибор, Трумэн был единственным, кто это заметил. Это событие, очевидно, удивило Трумэна. Создатели шоу моментально предсказали ход мысли главного героя и поняли, что Трумэн наверняка захочет рассказать об этом кому-то из близких. Чтобы он этого не сделал, по радио запустили репортаж, в котором сообщалось, что ничего странного в происшествии нет. Только что пришло сообщение о звездопаде детали стерпящего бедствия самолета, пролетевшего над Сихейвеном буквально пару минут назад. К счастью, никто не пострадал. Но как настроение? Деталь упала с пролетающего мимо самолета. Трумэн получает вполне логичное объяснение странному событию, хоть оно и является ложью. И желание поделиться с кем-то или разузнать о нем больше пропадает. Это далеко не единственный пример, когда желание Трумэна выйти за пределы вымышленного мира подавляется. Это системная работа создателей шоу. Весомый фактор, оказывающий влияние на мышление Трумэна, это общество, в котором он живет. В этом социуме все подчинено строгому порядку. Я предрекаю, через секунду появится женщина на велосипеде, а за ней мужчина с букетом. Женщина? Букет! Любое нарушение установленного режима на этом фоне выбивается. Именно поэтому долгое время Трумэн не позволял себе делать что-то, что противоречило бы привычному ходу действий. Трумэн поддается социальному давлению. При этом в психологическом воздействии коллектив изменяет характер и поведение человека и приводит привычки, установки и ценности человека в соответствии с групповыми. Такое воздействие способно толкать человека на поступки, которые он не хочет совершать, и которые ему не свойственны. Не похоже, что Трумэн получает удовольствие от садоводства. Вот черт! Но если Трумэн не будет им заниматься, он столкнется с непониманием и, возможно, осуждением со стороны жены и соседей. Поэтому ему гораздо безопаснее копаться в саду, чтобы не докопались до него. Скорее всего, Трумэн не собирался становиться страховым агентом. Но в обществе, в котором он живет, такая профессия, очевидно, считается престижной и высокооплачиваемой. И учитывая то, что у Трумэна не было возможности самому выбрать профессию или поехать учиться в колледж в другом штате, он стал тем, кем бы не хотел быть. Вдобавок к этому, сама специфика работы оказывает на Трумэна психологическое давление. Выдавая клиентам страховку от несчастных случаев, будь то пожар, крушение самолета или автомобильная авария, Трумэн неосознанно хочет избежать подобного в своей жизни. Поэтому укрепляется мысль, что гораздо надежнее и безопаснее не пытаться покинуть пределы родного города и не делать чего-то, что нарушит привычный ход вещей. Примечательно, что в случае Трумэна социальное давление стремится казаться мягким и ненавязчивым. Но оттого оно не менее разрушительное для психики, так как оказывает долгосрочный эффект и в конечном счете меняется знание человека. Социальное давление при долгом воздействии способно снижать уровень индивидуальности человека, ограничивать его творческое и критическое мышление. На Трумэна подобное давление оказывалось на протяжении 30 лет. Поэтому неудивительно, что первое время Трумэну крайне трудно перестроить свое сознание и начать действовать по-другому. Отношения Трумэна с обществом порождают внешний конфликт. Желания Трумэна не совпадают с принятым в обществе поведением. Долгое время Трумэну внушалась идея, что его мечтам не суждено сбыться. Сначала Трумэн слышал это от окружающих, а потом стал верить в это сам. Поэтому Трумэн, хоть и стремится воплотить мечты в жизнь, все равно сдерживает себя. Все не так просто. Нужно скопить денег, все продумать. Не сорвешься же с места вот так. Еще один психологический фактор, оказывающий воздействие на Трумэна – навязанное чувство вины. Подробнее о том, как чувство вины способно разрушить личность человека, мы уже рассказывали в ролике про фильм «Остров проклятых». Подобно Эдварду Дэниелсу, Трумэн испытывает чувство вины из-за смерти близкого человека. Вымышленный отец Трумэна якобы утонул прямо у него на глазах. И хоть зрители понимают, что вины Трумэна в случившемся нет, для самого Трумэна его вина очевидна. Он был слишком слаб и напуган, поэтому не смог спасти отца, хоть и был рядом. «Тот шторм, что унес его жизнь, но я-то тебя никогда не винила. Не виню и сейчас». Такие случаи – не только драматургическая выдумка сценаристов. Подобное, к сожалению, случается и в жизни. В 1993 году отца Майкла Джордана, Джеймса, убили. Джордан-младший чувствовал вину за то, что в тот момент не оказался рядом с отцом. Потеря близкого человека настолько потрясла Джордана, что он решил закончить карьеру в баскетболе и перейти в бейсбол. Но через год Джордан все же вернулся в баскетбол и стал лучшей версией себя. Чувство вины не сломило его личность, хоть и заставило пошатнуться. Чувство вины опасно своей иррациональностью. Оно ведет к чрезмерной самокритике и пониженной самооценке. Человек, страдающий от чувства вины, стремится удовлетворить не свои интересы, а чужие, чтобы в глазах окружающих выглядеть правильным. А в случае Трумэна чувство вины разрушительно вдвойне. Ведь смерть отца была постановкой, и Трумэн долгое время не знал, что подставной отец остался цел и невредим. А само происшествие было имитацией погодных условий, чтобы напугать его и привязать к нему еще один инструмент психологического давления. Гидрофобию, боязнь воды. Фобия – это крайне сильный и навязчивый страх перед определенным объектом, ситуацией, действием или местом, который вызывает неадекватную реакцию организма. Человек с фобией может испытывать панику даже при мысли об объекте страха. Наличие гидрофобии у Трумэна ведет к когнитивному искажению, которое получило название «катастрофическое мышление». При таком искажении человек уверен в том, что с ним произойдет наихудший вариант исхода ситуации. Трумэн из-за гидрофобии уверен, что если он отправится в плавание, с ним обязательно произойдет то же самое, что произошло с его отцом. Этот страх долгие годы удерживает Трумэна в пределах Си-Хэйвена, так как из города можно попасть в другое место, только в плавь. Катастрофическое мышление не обязательно связано с какой-либо фобией. Один из примеров катастрофического мышления может быть связан с ситуацией, когда человек получает отрицательный отзыв на свою работу и начинает думать, что это приведет к полному провалу в карьере, что он никогда не добьется успеха и все его усилия бесполезны. Это приводит к чувству беспомощности и отчаяния и может оттолкнуть человека от того, чтобы продолжать работать над своими целями. В ситуации Трумэна катастрофическое мышление и гидрофобия постоянно подпитываются, чтобы фоновое чувство страха у Трумэна не ослабевало. Помимо гидрофобии, Трумэну также привили и кинофобию – боязнь собак. В детстве, когда Трумэн пытался пробраться в места, куда ему было запрещено ходить, создатели шоу с помощью злой собаки отпугивали его. Неприязнь к собакам сохранилась и во взрослом возрасте. Навязанные чувства вины и фобии не заканчивают список рычагов психологического давления на Трумэна. Желания, стремления и мечты героя систематически подвергаются обесцениванию. Обесценивающие фразы звучат буквально везде – в школе, на работе, даже из телевизора. Всеми любимый фильм «Укажи мне путь домой» – гимн размеренной жизни провинциального городка, который учит нас, что жизнь познается не в далеких странствиях, и что имеющие друзей бедствовать не будет. Самое гнетущее для Трумэна здесь то, что обесценивают его желания самые близкие для него люди – жена и лучший друг. Я хочу вырваться из рутины, посмотреть мир, открыть новые горизонты. Первый проходец ты мой. Ничего, это пройдет. Нам всем по час чего-то не хватает. Снимай-ка мукрую одежду. И в постель. Подкрепляются все эти и без того разрушительные психологические манипуляции газлайтинга. Ситуации, при котором человека манипулируют, чтобы заставить его сомневаться в собственном восприятии реальности, памяти и здравомыслии. В результате жертва чувствует себя неуверенно в своих суждениях. Цель газлайтинга – контролировать поведение и мышление жертвы и нарушить ее способность перенимать решения, основанные на реальности. В случае Трумэна газлайтинг в первую очередь связан с ситуациями, когда герой видит повседневной жизни элементы шоу. В одном из эпизодов Трумэн нарушает общественный порядок и пытается проникнуть в офисное здание, несмотря на то, что охранники пытаются остановить его. Трумэн видит за кулиси шоу. Очевидно, ему не показалось. Но когда Трумэн рассказывает об увиденном другу, тот пытается убедить героя, что это его выдумки. И хоть и в дружелюбной форме, но выражает недоверие и заставляет усомниться в реальности происходящего. Открывается лифт, а там нет стенок. Вообще. Зато есть какие-то люди. А радио, что я слушал в машине, по пути на работу. Оно следило за мной. Что не сделаю, все комментирует. Представляешь? Слушай, Трумэн, эти твои фантазии. Эти инструменты психологического давления порождают внутренний конфликт Трумэна. С возрастом он не утратил желание путешествовать, но сам постепенно начал терять веру в то, что это возможно. При этом, если психологические инструменты не помогают и Трумэн продолжает сопротивляться, на него оказывают физическое воздействие. То есть пытаются буквально удерживать его в пределах острова с помощью физической силы. И всеми этими действиями четко руководит создатель шоу Кристоф. Нет большего удовольствия, чем смотреть любимые выпуски, а в частности этот разбор за кружечкой чего-то горячего. Не скрою, что один из моих любимых напитков – это кофе. Раньше, конечно, я покупал его в магазинах, и самый свежий был в шестимесячной давности. Да и в целом было сложно понять, что это, и невозможно было насладиться полноценным его вкусом. На мой прошедший день рождения мне подарили кофеварку, и планировали еще подарить набор с Тести кофе, но почему-то этого не сделали. Поэтому я решил заказать напрямую сам. Почему именно его, что в нем такого уникального, сейчас расскажу. Тести кофе – только свежий кофе, с обжаркой под заказ каждый день. Зерна обжариваются небольшими партиями под каждый конкретный заказ, только перед отправкой покупателю. Как правило, кофе в супермаркетах свежим назвать трудно. С момента обжарки до попадания кофе на прилавке магазинов проходит 3-4 месяца минимум. Тести кофе ездит на фермы и выбирает только лучшее зерно по всему миру. На каждой пачке есть уникальный QR-код, по которому можно отследить весь путь кофе, профиль обжарки и даже твое имя. Скажу честно, кофе после покупки у Тести кофе для меня сыграл совершенно другими красками. Я понял, что такое настоящий кофе. Есть кофе в любом формате – в зернах, молоте, дрипы, капсулы, банке и даже концентрат, который можно просто разбавить горячей водой. В интернет-магазине Тести кофе есть разный кофе по разной цене. Если сумма заказа от 600 рублей, то доставка бесплатная до дома. Если вы сделаете заказ до 13.00, то уже в этот день кофе обжарят специально для вас и передадут доставку. Если по каким-то причинам кофе вам не понравится, то Тести кофе вернет вам деньги или заменит этот кофе. Предлагаю познакомиться с тем, что такое настоящий хороший кофе, перейдя по ссылке в описании и оформив свой первый заказ. И, кстати, по моему промокоду MENTAL вас ждет еще и скидка в 15%. Поэтому поделитесь впечатлениями в комментарии и смотрите с особенным удовольствием свои любимые выпуски и мои разборы. Ни жена, ни мама, ни лучший друг не оказывают такого мощного влияния на Трумэна, как Кристоф – главный кукловод, считающий, что остальные люди – марионетки в его руках. Мы знаем о Кристофе не так уж и много, но и этого вполне достаточно, чтобы понять его характер и мотивы. Кристоф мнит себя не иначе, как создателем мира в миниатюре – Демиургом. Именно там обитает величайший телепровидец, разработчик и проектировщик микрокосла под названием остров Стихайвен – Кристоф. И отчасти высокая самооценка Кристофа оправдана. Во вселенной фильму он первый, кто реализовал такой грандиозный по масштабам замысел. Он буквально создал мир для одного человека. В основе его задумки лежит нетривиальная идея. Ведь обычно участники реалити-шоу прекрасно знают о постоянном наблюдении, а значит, могут через камеры заигрывать со зрителем и вести себя фальшиво. В случае шоу Трумэна герой всегда будет искренен, так как не будет догадываться, что находится в шоу. Пусть мир, в котором он обитает, в каком-то смысле искусственен. Сам Трумэн искренен до мозга костей. Подобная задумка телевизионного шоу и ее реализация, очевидно, повод для гордости Кристофа. При этом масштаб шоу в десятки раз превышает масштабы других подобных передач. Перед режиссером прямого эфира стоит множество задач, которые нужно решать единовременно. Он координирует работу всей команды, которая иногда может состоять из больше сотни человек. Он также определяет кадры, ракурсы и переходы между камерами, чтобы создать визуально привлекательное и информативное представление. Режиссер должен уметь выбирать наиболее значимые моменты для отображения. Наконец, он должен следить за точностью и таймингом передачи, управлять переходами между сегментами, рекламными паузами и другими элементами программы. Это требует хорошей организации и способности работать под давлением. Кристоф руководит сотнями людей и тысячами камер. Можно и узнать, сколько камер работает в вашем городе? А что-то около пяти тысяч. Ага. Так много камер? Если помните, мы начинали с одной. Его задача сложна вдвойне, так как у него нет шанса на второй дубль, и ему ни за что нельзя открыто показывать элементы шоу главному герою. Кристоф предан своей работе и по-настоящему вовлечен в нее. Кристоф – определенно талантливый руководитель. Он создал нечто большее, чем он сам. Он художник от мира телевидения. Но чем дальше он заходит, тем масштабнее и в то же время абсурднее становятся его цели. Он хочет не просто проследить всю жизнь ни одного человека в прямом эфире, но и продолжить этот эксперимент в следующем поколении. Я сделаю все, чтобы состоялось первое телезачатие. Получив огромную власть как над воображаемым миром Си-Хэйвена, так и над реальным миром производства шоу, эго Кристофа завладела его разумом. Власть изменила его образ мышления в худшую сторону. Шоу, которое изначально задумывалось как развлечение, стало инструментом манипуляции судьбой одного беззащитного человека. Существуют научные исследования, подтверждающие, что наличие власти может иметь влияние на сознание человека. Некоторые из этих исследований указывают на то, что люди, обладающие властью, могут проявлять более эгоцентрическое мышление, при этом не принимать во внимание чувства и потребности других людей. Они также склонны к более агрессивным и безжалостным действиям по отношению к другим. Исследование, проведенное американскими и европейскими психологами в 2003 году, показало, что люди, которые занимают высокое положение в социальной иерархии, более склонны к нарушению этического поведения и проявлению эгоистических действий. Мотивы Кристофа на поверхности кажутся благородными, но в них всегда есть какое-то «но», которое ставит под сомнение этичность его действий. Трумана установила корпорация, так как от него при рождении отказались родители из-за нежелательной беременности. Неизвестно, как сложилась бы судьба Трумана, если бы он вырос в детском доме, и в каких условиях ему пришлось бы жить. Установление корпорации для него – подарок судьбы, о котором он, впрочем, не подозревает. Но то, что ребенка бросили родители, не означает, что его жизнью можно распоряжаться другим людям. Хорошо, если бы такая ситуация была исключительно сценарной задумкой, но многие медийные личности в погоне за просмотрами поступают похожим образом, распоряжаясь судьбой других людей. Мы взяли бомжа, он у нас рассказывает про автомобили, про Бентли. Будешь про машины людям рассказывать? Человек жил плохо, мы его взяли, мы его одели, мы его обеспечили, мы ему дали жилье, квартиру, он спит в теплой квартире, кушает, купается, рассказывает про автомобили. Людям интересная история перевоплощения бомжа. То есть вы приняли решение, что вы можете платить человеку или не платить, правильно? Мы ему стали не давать деньги по причине, что он их пробухивает. Но он же может распоряжаться своими деньгами, как хочет, он же свободный человек. Это же его свободная воля бухать, если он хочет. Почему вы приняли такое решение? Ну мы приняли такое решение, потому что он сбух. То есть он в заложниках у вас. Нельзя сказать, что над Трумэном издеваются в прямом смысле слова. У него есть все, что ему нужно из материальных благ для жизни, и о нем заботится 24 часа в сутки. Кристоф гарантирует Трумэну спокойную и безопасную жизнь, лишенную катаклизмов. Но взамен Трумэн платит собственной свободой и невозможностью реализовать свои потребности. А вдобавок еще и бесплатно работает инструментом рекламы. Кристоф убежден, что Трумэн должен быть благодарен за предоставленную возможность. И его возмущает, когда Трумэн не хочет больше этой возможностью пользоваться. Куда ж ты собрался? Хоть Кристоф и утверждает, что Трумэн живет в мире, лишенной опасности и стрессовых ситуаций, на самом деле они там есть. Только в отличие от нормального течения вещей, опасные ситуации сфабрикованы исключительно с целью травмировать психику Трумэна и подавить его волю. В реальной жизни далеко не все, что случается с нами, оставляет на нас какой-то отпечаток. В жизни Трумэна все, что с ним произошло, так или иначе, повлияло на его становление. Отношения между Трумэном и Кристофом можно назвать абьюзивными, где Кристоф – тиран, а Трумэн – жертва. И хоть часто абьюзивные отношения рассматриваются в контексте романтических, они могут проявляться и в разных формах. В случае Трумэна абьюзивные отношения не совсем обычны, так как носят скрытый характер для жертвы. И от того Трумэну гораздо сложнее из них выбраться. Человек, состоящий в реальных абьюзивных отношениях, в качестве жертвы понимает, от кого исходит угроза. Трумэн же встречает своего тирана Кристофа только перед уходом и шоу. До этого Трумэн просто не имел возможности понять, в чем, а точнее в ком заключается корень его проблемы, и винил во всем себя. Кристоф применяет по отношению к Трумэну физическое насилие, вопреки его желанию удерживать его на острове, а также эмоциональное насилие, которое проявляется через вышеупомянутые газлайтинг и обесценивание другое. Кристоф также контролирует все контакты Трумэна, навязывая ему друзей и партнершу, с которой он по сценарию должен зачать ребенка. Кристоф не видит в Трумэне личности, он рассматривает его как свою собственность. Если Трумэн родился на шоу, то и умереть он тоже должен на шоу. Кристоф готов бесконечно запугивать Трумэна и даже убить его, чтобы не потерять контракт с рекламодателями и утвердить свою власть. Пугает здесь в том, что Кристоф на протяжении многих лет убеждал людей в благородстве своих намерений и в том, что он никогда не нанесет Трумэну вреда, и сделал это вполне успешно. Он может уйти в любую минуту, как бы это желание было больше, чем прихотью. Если бы он твердо решил докопаться до истины, его бы ничего не остановило. Для этого Кристоф воздействует на психику зрителей шоу так же, как воздействует на психику Трумэна, используя различные манипуляции. Кристоф сознательно создает ситуации, которые вызывают эмоциональный отвлек у Трумэна и у зрителей, чтобы поддерживать интерес к шоу и подчеркнуть свое режиссерское мастерство. Ведь он стремится к тому, чтобы войти в историю как новатор в мире телевидения. Помимо этого, Кристоф убедил зрителей шоу в необходимости контроля над действиями Трумэна. В этом ему невольно помогла бывшая участница шоу, Сильвия, в которую влюблен Трумэн. Кристоф удачно для себя использовал Сильвию как негативный пример того, что может случиться с Трумэном и с самим шоу, если с ним войдет в контакт кто-то из реального мира, и его действия перестанут контролировать. Своим поведением Сильвия однажды поставила под угрозу само существование шоу. Все притворяют. Слушай, слушай, мое имя не Лорен, а Сильвия. Меня зовут Сильвия. Сильвия? Лорен, солнышко, ты опять? Я его в жизни не видел. Мы ничего такого не сделали. Идем, галочку. Прошу, пойдем. Трумэн, не слушай его, умоляю, не слушай. То, что я говорила, правда. А это все ненастоящее, сделанное для тебя. Так как зрители и Кристоф не хотели, чтобы шоу заканчивалось, Сильвию исключили из эфира. А сама эта ситуация стала показательной и продемонстрировала необходимость полного контроля над действиями главного героя. Кристоф отправил зрителям послание. Если вы хотите продолжение, значит нельзя никому позволить вторгнуться в безопасную жизнь Трумэна. И зрители согласились с этим. Думаете, если вы строили Трумэну глазки, пофлиртовали с ним, украли пару минут эфирного времени, чтобы засветиться и заявить о своих политических взглядах, то вы его изучили? Поняли, что ему нужно? Кто дал вам право решать за него? И здесь открывается главное злодеяние, которое совершил Кристоф. Он не просто использовал человека как живую марионетку, но и убедил зрителей шоу в том, что все, что происходит на экране, нормально. Да, наверняка в реальном мире были и противники шоу, такие как Сильвия. Но судя по рейтингам передачи, таких людей крайне мало. Большинство же считает нормальным наблюдать за страданиями человека, который хочет вырваться из золотой клетки, но не может. С этой точки зрения фильм шоу Трумэна больше похож не на комедийную драму, а на настоящий фильм ужасов. Где в прямом эфире главному герою намеренно наносят психологическую травму. В буквальном смысле пытаются его убить. Подорвали. И разрушают его настоящую любовь, которая могла бы сделать его счастливым. А когда шоу заканчивается, зрители, как ни в чем не бывало, переключают канал, будто все, что они увидели, не имеет никакого значения. Что будем смотреть? А что я? Где там программа? Почему же складывается такой эффект? Почему многим людям нравится смотреть реалити-шоу, но при этом при просмотре у них не возникает чувство протеста или оторжения? Сегодня реалити-шоу не менее популярны, чем 10 лет назад. Однако сейчас несколько изменился их формат. Мы наблюдаем за людьми не сколько с экранов телевизоров, сколько в социальных сетях. Не секрет, что хоть реалити-шоу стремится к аутентичности, они по большей части срежиссированы. Если бы нам показывали все, что происходит в реалити-шоу, это было бы крайне скучное зрелище. Именно поэтому в шоу показывают драмы, конфликты и прочие эмоционально вовлекающие ситуации, которые складываются согласно сценарию. Нередко участники реалити-шоу ведут себя вызывающе или аморально, ярко проявляют агрессию. В реальной жизни подобное поведение приводит к негативным последствиям, таким как потеря социальных связей, одиночество или завоевание плохой репутации. В этом смысле просмотр реалити-шоу помогает на время отключить у себя чувство морали, при этом не совершая никаких реальных действий во внешнем мире. Зрители шоу Трумэна, хоть и эмоционально вовлечены в ситуацию, очень быстро забывают о том, что увидели, и возвращаются в свою жизнь. Еще одна причина популярности реалити-шоу заключается в том, что у многих людей есть потребность повышения своей самооценки. Для этого они сравнивают себя с окружающими и стараются в этом сравнении выиграть. Сравнивая себя с условно плохими героями реалити-шоу, они внутренне самоутверждаются за их счет. Однако стоит подчеркнуть, что такой способ повышения самооценки эффективен только на короткой дистанции, когда человеку хочется подчеркнуть свою значимость здесь и сейчас. В долгосрочной перспективе этот метод не работает. Надежнее всего сравнивать себя с собой прошлым и искать подтверждение своей значимости не снаружи, а внутри. Именно это долгое время пытался делать Трумэн, но постоянно сталкивался с внешним сопротивлением со стороны Кристофа. Кристоф проявляет жестокость и безразличие к эмоциональным последствиям своих действий, используя Трумэна для развлечения и прибыли, не учитывая его чувства и права на автономию, а заодно убеждает зрителей в правомерности своих действий. Что ждет Трумэна после освобождения? Сможет ли он приспособиться к новой реальности и найти свое место не среди актеров, а среди реальных людей, которые не подделывают свои эмоции? С одной стороны, побег, безусловно, сделает жизнь Трумэна полноценнее и счастливее. Но с другой стороны, опыт переживания в реалити-шоу стал для него травматичным, поэтому после выхода на свободу Трумэну потребуется социальная и психологическая адаптация. Давайте порассуждаем за пределами фильма, что с ним могло бы произойти. Прежде всего, Трумэн столкнется с социальными трудностями. В реальном мире у него попросту нет жилья, документов, работы, денег и прочих вещей, которые нужны нам, чтобы существовать в обществе. Более того, к Трумэну придет осознание, что люди, которых он считал родителями, были актерами, и он на самом деле сирота, у которого нет родственников и близких друзей. Люди, которые в позднем возрасте узнают о своем приемном статусе, могут испытывать чувство потерянности и дезориентации из-за того, что мало или совсем ничего не знает о своем происхождении. Это, в свою очередь, порождает потребность в поиске своей истинной истории. Можно предположить, что помощь и поддержку Трумэну окажет Сильвия, девушка, которая больше всех ждала его освобождения. Может быть, она предложит Трумэну переехать в другой город или штат, чтобы физически отдалиться от неприятных воспоминаний, а также поможет Трумэну решить проблемы социального характера. После опыта переживания в телешоу у Трумэна могут возникнуть проблемы с доверием. Так как люди вокруг, по сути, его обманывали, притворяясь жителями Си-Хейвена, в реальном мире Трумэн может относиться к незнакомым людям с недоверием. Конечно, выйдя из-под купола передачи, Трумэн не будет ожидать, что люди вокруг снимаются в шоу и ведут себя согласно сценарию. Но сам факт того, что окружающие выдавали себя за тех, кем на самом деле не являлись, может подрывать желание Трумэна открываться другим людям. Ощущение окрыления после освобождения и шоу может смениться тревогой и дезориентацией. Так как Трумэн привык к тому, что все вокруг него было предсказуемым и однообразным, реальный же мир хаотичен и непредсказуем. Учитывая высокий уровень стрессоустойчивости Трумэна, можно сделать вывод, что он быстро преодолеет эти трудности и адаптируется к новым обстоятельствам. Плюс к этому Трумэн может ощущать потерю личной идентичности, так как ему ранее была присвоена ложная роль. А теперь он должен найти свое место в реальном мире и определиться со своей истинной личностью. Можно с уверенностью сказать, что даже на фоне травматичного опыта Трумэн останется жизнерадостным. Несмотря на трудности, через которые Трумэн уже прошел, и трудности, которые ему предстоят, он добился своей цели. Скорее всего, оставшуюся часть жизни Трумэн будет много путешествовать, так как это была его главная мечта, и теперь ничто не мешает ему воплотить ее в жизнь. Однако, несмотря на все ужасы, через которые прошел Трумэн, газлайтинг, обесценивание, абьюз, навязанные фобии и чувства вины, ему все равно удалось превзойти себя, побороть свои страхи и вырваться из шоу. Как же Трумэну это удалось и что именно ему помогло? В финальном эпизоде фильма Трумэн будто забывает о том, что долгое время страдал гидрофобией. Он не боится тяжелых погодных условий, проходит через шторм и достигает своей цели. Преодолеть трудности и страхи Трумэну помогла сила воли. Но как именно она сработала и почему проявила всю свою мощь именно сейчас? Вопреки распространенному мифу, сила воли – это не врожденное качество, а навык, который подается развитию. Правильнее всего рассматривать силу воли как мышцу. Это подтверждает исследование, которое было проведено в рамках психологии здоровья учеными из Стэнфордского университета. При регулярных тренировках она становится сильнее. Если не тренировать силу воли вообще, то и проявлять ее становится трудно. То, что поначалу кажется сложным, с практикой становится проще. Важное наблюдение, которое также было выведено в этом исследовании, заключается в том, что если у человека есть одна конкретная цель, то ему гораздо легче проявлять и концентрировать силу воли, чем в ситуации, когда у человека много целей. В случае Трумэна у него только одна цель – отправиться в путешествие. На Фиджи. Поэтому ему проще сфокусировать всю свою силу воли на одном желаемом результате. В других исследованиях было доказано, что сила воли вырабатывается через преодоление достижения более простых целей. Когда на простых задачах сила воли натренирована достаточно, у человека проявляются силы для достижения большой цели. Но важно правильно оценивать свои возможности, так как сила воли – исчерпаемый ресурс, и в какой-то момент она может закончиться. В эксперименте Роя Баумейстера испытуемых попросили ничего не есть перед опытом, а затем разделили их на две группы. Одной группе испытуемых предложили перекусить шоколадом, второй группе шоколад не предложили, но показали. Испытуемые из второй группы не решились есть шоколад без соответствующего разрешения. На следующем этапе эксперимента испытуемым предлагалось решить нерешаемую задачу. Первая группа пыталась осилить задачу в течение 20 минут. Вторая группа, которая воздерживалась от употребления шоколада, сдалась в два раза быстрее. Этот эксперимент показывает, что сила воли имеет свой лимит, поэтому ее не стоит перенапрягать и требовать от себя слишком многого. Но регулярные тренировки и фокус на конкретной цели способствуют ее выработке. Именно это и произошло с Трумэном. В фильме мы видим, что Трумэн неосознанно тренировал свою силу воли с помощью небольших задач, постоянно сопротивляясь внешнему давлению. Окружающие пытались убедить его, что все в порядке, но Трумэн настаивал на своем. Накубишь денег за несколько месяцев и поезжай. Ну, теперь ты доволен? Пойду-ка приму душ. Едем сейчас. Трумэн все меньше верил своему окружению, все больше самому себе. И так, благодаря таким тренировкам, его сила воли окрепла. Несмотря на то, что все приемы психологического давления, будь то обесценивания, фобии и другие, были направлены на подавление силы воли Трумэна, в его случае они только помогли ему продвинуться вперед. Также Трумэну помогло такое важное качество, как стрессоустойчивость. Это способность человека справляться с различными стрессовыми ситуациями и адаптироваться к ним. В одном из эпизодов Трумэн неожиданно решает уехать из города вместе с женой, но на его пути возникает пробка, которой не было еще секунду назад. Куда не свернешь пробка? Феноменальная слаженность, правда? Трумэн не впадает в панику и не отчаивается. Напротив, он адаптируется к ситуации. Эмпирическим путем он понял, что если он делает что-то предсказуемое, то внешние силы его останавливают. Тогда он решает сделать то, что никто от него не ожидает. И таким образом ему удается хоть и ненадолго, но вырваться из города. Дай руку. Милый. Рулик! Трумэн! Так нельзя! Мы нарушаем закон! Мама! Переехали! Мама, переехали! Однако важно отметить, что в ходе фильма Трумэн также испытывает эмоциональные трудности, стресс и путаницу, так как его уверенность в реальности своей жизни подвергается серьезным испытаниям. Но тот факт, что Трумэну в конце удалось преодолевать главную трудность и добиться желаемой цели, говорит о том, что уровень стрессоустойчивости у Трумэна высокий. А на курсе «Контроль эмоций» у вас будет возможность узнать, как развить спокойный отношение к непредсказуемым и тревожащим ситуациям. Также вы сможете научиться справляться с провокациями со стороны окружающих, трезво оценивать свое поведение и принимать рациональные решения. Но давайте вернемся к Трумэну. В «Удачном побеге» сыграл роль еще один немаловажный фактор. Трумэн узнал, что его отец жив. А ведь я всегда верил. Сынок, столько лет потеряно, но мы все наверстаем. Это сняло с Трумэна навязанное чувство вины за его смерть, дало ему облегчение и эмоциональный заряд сил. И здесь есть одно но. И психологическое давление, и встречу со Сом подстроил режиссер шоу Кристоф. Выходит, что Кристоф, который так хотел, чтобы Трумэн никогда не покинул шоу, в итоге сам создал для Трумэна такие условия, в которых для него стало возможным преодолеть свои страхи и натренировать силу воли. Несмотря на все попытки Кристофа подавить желание Трумэна, его действия оказали обратный эффект. Сила воли Трумэна окрепла. И в самый ответственный момент, когда Трумэну нужно было пройти через шторм, мышца его силы воли была натренирована до предела, и он справился с этой трудностью, проявил максимальный уровень стрессоустойчивости и вышел на свободу. Безусловно, такой конец можно назвать счастливым. Мы желали Трумэну свободы, и он ее получил. Трумэн шагает вперед навстречу пугающей, но притягательной неизвестности. Фильм заканчивается, но жизнь Трумэна за пределами шоу продолжается. Это мгновение является точкой поворота в его жизни, открывая дверь в реальный мир, который он никогда прежде не видел. Также опыт нахождения в телешоу и освобождение из него помогло не только Трумэну, но и нам, зрителям, понять важную вещь. Во многом окружение Трумэна состояло из людей, которым он был удобен. Удобным человеком приятно пользоваться. Он всегда отзывчив, внешне дружелюбен. На него можно положиться, ведь он не может сказать нет. Он ставит интересы чужих людей на первое место, а свои на последнее. Удобность Трумэна ярко проявлялась в отношении с женой. Он много раз делал то, что хотела она, а свои желания он игнорировал. Снимай-ка мукрую одежду. И в постель. Но как только он начал ставить собственные потребности на первое место, он тут же стал неудобным для жены, и она отказалась принимать участие в шоу. Господи, слава богу! Я не могу так работать! Трумэн и с окружающим миром стал вести себя по-другому. Иными словами, перестал быть удобным. Если раньше он спокойно принимал на веру то, что слышал по радио, только что пришло сообщение о звездопаде детали стерпящего бедствия самолета, пролетевшего над Сихейвеном буквально пару минут назад, то после того, как он поставил собственные потребности на первое место, он начал подвергать сомнению то, что слышал и видел. В этом эпизоде Трумэн понял, что кто-то за ним следит. После якобы технической неполадки Трумэну снова предложили кажущееся логичным объяснение происходящего. Друзья, прошу извинить, ненароком попали не на ту чистоту. Полицейское, что ли, такое бывает, к глубокому сожалению. Но вот вы вновь на волне музыкальная классика, и у нас в запасе немало чудеснейших произведений. Но Трумэн не стал ему верить и решил самостоятельно разобраться в ситуации. Не быть удобным и не принимать на веру все, что ему говорят. Действовать согласно личным, а не общественным потребностям. Это тоже стало шагом на пути к освобождению от ментальных оков. Это не значит, что нужно игнорировать тех, кто вокруг, и действовать исключительно в своих целях. В коммуникации следует найти баланс между помощью окружающим и удовлетворением собственных потребностей. Но быть неудобным важно в ситуации, когда интересы других людей превалируют над вещами и препятствуют самореализации. С этой точки зрения пример Трумэна показывает, что становясь неудобным, человек, с одной стороны, отталкивает от себя людей, которые привыкли им пользоваться, а с другой притягивает в свою жизнь новые возможности и приближается к самореализации. Прислушиваясь, в первую очередь, к самому себе, игнорируя манипуляции и уворачиваясь от атак со стороны внешнего мира, становится возможным добиться своих целей, как это сделал Трумэн. Шоу Трумэна дает нам возможность исследовать приемы психологического давления, которые подавляют силу воли. Мы увидели, как главные герои сталкиваются с многочисленными приемами манипуляций и контроля со стороны режиссера Кристофа и всей команды шоу. Для него преднамеренно создавались иллюзии, ложные реальности и ограничения, чтобы держать его в замкнутом мире. Однако Трумэн проявил невероятную силу воли и решимость, чтобы преодолеть эти препятствия. Он понял, что его жизнь ограничена, и несмотря на все трудности и опасности, он решил исследовать истину и освободиться. Шоу Трумэна напоминает о важности нашей силы воли. А в нашей жизни мы сталкиваемся с различными формами психологического давления и манипуляциями. Но имея силу воли и фильтруя свое окружение, мы можем преизвлекать трудности и стремиться к свободе. Сила воли не является статистическим качеством. Она может быть развита. Чем больше мы осознаем свое убеждение, ценности и стремление, тем сильнее становится наша воля. И подобно Трумэну мы можем обнаружить, что настоящая свобода лежит за пределами наших ложных убеждений и ограничений. В этом смысле фильм предупреждает нас о необходимости сохранять свою индивидуальность и умение мыслить самостоятельно. Человек – результат внушений, который он впитал. И в течение жизни он обслуживает эти внушения. Но когда он их осознает, у него появляется выбор – оставаться прежним или начать действовать по-другому. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok